www.vixnews.lv Мультимедийный информационный портал У нас сегодня в гостях администратор Большого Субботника Кристоф Грыцкис. Доброе утро! Доброе утро! Гость в студии Здравствуй, мил человек. Проходи, гостем будешь. Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем. Гость в студии Хочется напомнить, что телефон прямого эфира 672 12 93 9, поэтому звоните нам, пожалуйста, если есть у вас какие-то вопросы или комментарии к той теме, которую мы обсуждаем. И напоминаю также, что у нас работает видеочат на портале www.vixnews.lv Вы тоже можете заходить и писать свои какие-то комментарии и оставлять свои вопросы, обязательно их зачитаем. Первый вопрос, наверное, который сейчас приходит на ум, вот с погодой в субботу не очень-то повезло. И как это повлияло в целом на ход мероприятия? Может быть, пришло меньше людей, чем планировалось? Может быть, люди были не настолько активны? Или у людей было настроение не очень хорошее? Как это все прошло? Да, пришло поменьше людей, но смотря на то, сколько сделано тогда, видно, что и с тем, что пришло около 85 тысяч людей провизорных, как мы сейчас можем сказать, тогда сделано очень много. И хотим сказать огромное спасибо тем, которые в субботу, когда шел дождь, вышли из своих домов, чтобы убрать Латвию. А сколько планировалось вот изначально примут участие? Мы думаем, что будет то же самое, что в прошлом году, около 200 тысяч. Но смотря на то, что субботник проходил тоже 20-го числа, субботу, и будет проходить и в этой неделе в некоторых местах, тогда официальные данные будем знать только в конце этой недели, и тогда сможем определиться, сколько было человек. А переносить уже поздно, конечно же, было. Но вот в тот день, в субботу, когда узнали о погоде плохой, уже ничего не взял. Многие звонили и сказали, что будет идти собирать мусор только в обед или вечером, или в воскресенье. Некоторые перевели этот субботник, как я говорил, на среду, на следующие выходные. Так что первый раз субботник проходит, ну, я могу так сказать, в течение двух недель. Вот интересно, на ваш взгляд, мы сейчас политиков не берем, понятно, что ими движет. А что движет простыми людьми? У вас, наверное, уже сложился такой портрет участника субботника. Кто эти люди, я имею в виду, им нравится, чтобы было чисто вокруг? Или они считают, что это их появление патриотизма? Что движет этими людьми просто интересно? Я думаю, всем нравится жить в чистоте, да. Ну, неприятно, если ты выходишь из дома, и там у тебя свалка рядом, да. Поэтому люди убирают, и несмотря на дождь, несмотря на ничего, ходят и убирают за всем, которые гадят. Да, к сожалению, есть и такие, да? Да. Но многие считают, что как бы, почему они должны выходить на субботник, ведь самоуправление должно заниматься этими вопросами, мы платим налоги, с какой стати я должна выходить на субботник и что-то убирать. Так отдельные пишут в интернете. Да, такие тоже есть, да. Но ничего там не поделаешь, такие будут, я думаю, всегда. Да, но смотря на то, что есть тоже люди, которые могут видеть из своих домов, когда идет дождь, когда холодно, и собирают за остальными, тогда я думаю, ну, надеемся, что на следующий год будет погода получше, тогда мы сможем увидеть, как увеличивается это число, которое убирает или нет. А можно ли говорить о том, что это движение, вот я имею в виду, ну, те люди, которые хотят убрать Латвию, привести ее в порядок, становится все масштабнее с каждым годом? Ну, вот мы видим, что в этом году было такое исключение, да, наверное, небольшое за погоду, но вот в принципе как-то вот ваши ряды пополняются и становятся больше желаний. Ну, если мы смотрим, тогда в первый год, по-моему, вообще было только 50 тысяч людей. Если на прошлом году было более чем 200 тысяч, тогда увеличивается, да. А что-то известно в других странах Европы, вот в Европейском Союзе? Что-то происходит или это такая наша традиция? Да, происходит в Англии было, в Австралии было. И тоже массово люди выходят, да? Это только латвийцы. Но есть некоторые страны, которые тоже проводят этот субботник, и это не только в Латвии. Не только, да? Да. Литва и Эстония интересны? Да, тоже. То же самое, да? А вот как, скажем, с мешками в этом году обстояли дела? То есть хватило ли их на всех? Обеспечивались ли люди мешками и какими-то, может быть, другими, другим каким-то оборудованием? Мешки были, были немного меньше, чем на прошлый год. Но, я думаю, всем более-менее хватало. Надеемся, что на следующий год сможем приобрести побольше их. Ну, так, я думаю, да, всем хватало. Многие, кстати, вот интересуются вопросом, почему вот эти мешки с мусором так долго стоят на обочинах дорог, почему их так долго не увозят? Вот как в этом году планируют с вывезом мусора? Это все планирует каждое самоуправление само по себе. И надеемся, что этот мусор будет вывезен, ну, в течение недели. Если люди едут и видят, что где-то еще стоят мешки от субботника, прошу звонить в самоуправлениях и сообщить об этом, чтобы убрали. Это их должность. Ну, вот в прошлом году как раз-таки и было, что достаточно долго стояли. То есть это скорее вина самоуправления получается. Вот интересно, когда вот организуют субботник, ведь заранее определяются даты, есть ли какой-то план уже наметки, где что убирать? То есть, к примеру, в этом году, вот мы видели очень много сюжетов, люди очень активно помогали вот тем, кто пострадал от наводнения. Но это как бы стихийное бедствие, никто заранее не планировал. А так, в принципе, вы планируете, что конкретно вот уже видно, что нужно убрать обязательно? Планируется. У нас на сайте есть две карты. В течение месяца до отологии там можно отметить все места, которые будут убираться. И люди, если не хотят сами организировать субботник в каком-то месте, могут просто посмотреть, где уже происходит, и просто присоединиться и помочь убрать мусор. Я знаю, что даже дети выходили, да? Да, дети выходили, и многие. Я тоже был в один двор на Эйзенштейна улице, да. Там мелкие, в дождь ходили туда-сюда. Тоже интересовались, да? Интересовались, да, помогали. И я думаю, тем, которые сидят дома и смотрят в телевизор, надо брать пример из этих маленьких, что они тоже помогают, убирают. Молодцы, то есть вместе с родителями, да? Да, конечно. Такой воспитательный характер. А люди у вас разных возрастов? И пенсионеры были, да? Да, были пенсионеры. Ну, я думаю, по-моему, самый маленький был, сколько я знаю, год и одиннадцать месяцев. Помогал. Тоже помогал, да, и дождь не пугал, так что... А вот какие тенденции в основном люди предпочитают убирать площади возле тех мест, где они сами проживают? Или, может быть, отправляться куда-то, не знаю, там, на взморе убрать или в лес, может быть, в каком-то лесу навести порядок? Я думаю, больше так, что... Вокруг себя, да? Да, вокруг себя. Те, которые живут недалеко от моря и где-то так убирают море. Те, которые живут в центре, их маршрут ежедневный какой-то такой, ну, ежедневный, да. Где они даже видят, что там грязно, да? Да, там грязно. Они убирают, звонят и сообщают об этом. Так что... А самые замусоренные вообще районы и места в Риге, может быть, можете назвать? Где больше всего грязи? Было, по крайней мере, да. В Иманте было много, то же самое, Луцевсалов, каждый год там убирают очень много мусора. Есть такие места, которые ежегодно убираются, и ежегодно там можно увидеть много людей, которые собирают этот мусор. А как все-таки повлиять на людей, чтобы они не мусорили? Потому что очень часто приходится, скажем, если ты идешь к водоему какому-то прогуляться, да, вот, например, там, не знаю, в районе Югла и так далее, да, вот, там действительно такое ощущение, что вот мусор просто на салку привезли и все. А вот как с этим бороться? Сложно, да? Сложно, да. В Германии бросил бумажку и за табором уже пошли. Или полицейские, или сделали замечание другой прохожей. Есть некоторые страны, где даже едешь по шоссе, увидел, что кто-то выбрасывает что-то в окне, просто хватает позвонить в полицию, назвать номер машины, и у него будет штраф за это. А почему у нас так культура эта не развита? Не знаю, пока еще нет такого. Да, да, во многих странах очень жестко, кстати. Да, жестко, да. Может быть, как-то полицию нужно муниципальную привлекать к этому? Может быть, она мало работает у нас вот именно в этом направлении, или просто мало ресурсов? Может быть, но это, я думаю, надо думать самоуправлением, потому что там тоже, наверное, надо какие-то средства в это вложить. А в маленьких городках у вас есть какие-то наблюдения? Там получше ситуация? Может быть, только в больших городах больше мусорит, нет? Нет, ну там получше. Там тоже мешки надо поменьше. Видимо, людей меньше друг друга знают, может быть, так как культура в этом плане повыше. Вопрос у нас из нашего видео-чата. Сколько денег было выделено организаторам «Субботника» и сколько осталось в их карманах? В их карманах осталось очень мало. Мы тоже в этом году отказались от концерта, завершающего, только поэтому, что у нас с финансами не так уж хорошо. В этом году тоже у нас только один такой друг, который нас поддержал, Торига Сбриевоста. И надеемся, что на следующий год будет... То есть государство не выделяет? Государство выделяет деньги на мешки. А, ну хотя бы. Да, да. Я знаю, что у многих районов показывают, что даже привозили военные из МСРГ кашу, что-то как-то кормили. Да, да, да. И Рим тоже поддержал. И многие места сами люди, которые занимаются этим тоже, ну поддержали своих, которые убирают в их местах. А, то есть как-то их покормили, да? Да, да, конечно, да. А вот общая сумма выделенных средств все-таки какой была? Давайте удовлетворим интерес нашего радиослушателя. Общую сумму я даже так не знаю. Конкретно, чтобы сказать вам цифру, я не хочу говорить, потому что, ну, точно я не знаю. Уважаемые радиослушатели, телефон прямого эфира 6-7-2-12-93-9. Пожалуйста, звоните нам в студию, если есть у вас какие-то вопросы. Напоминаю, что у нас сегодня в гостях представитель, организатор Большого субботника Кристоф Грецкис. Если есть какие-то вопросы, если есть какие-то комментарии, то, пожалуйста, звоните нам и задавайте их. А вот какие-то курьезные случаи были во время этого субботника? Забавные, может быть. В этом году, как странно, то даже нет. Нашли там один взрывоопасный объект, и это все, все остальное. А взрывоопасный объект был, да? Один был, да. А где нашли? Расскажите поподробнее. Где это было? Я так сразу и даже не могу вспомнить. Ну, это Ригал, где-то или где-то палатка? В районе, да. Это было в районе. Но там все было в порядке. Вызвали полицию, саперов. Ничего страшного не случилось. Все по регламенту. Но этот предмет появился как бы в течение года? Или просто это место до этого не убирали? И вот, может быть, он там лежал сто лет уже? Это, по-моему, не убирали еще. То есть, это, скорее всего, со временем еще войны, да? Да, да. А еще какие-то, может быть, такие необычные предметы находили, вытаскивали и так далее? Да нет, вроде бы. Все то же самое. Старые телевизоры, холодильники. Ну, ежедневные бутылки, бумага. Такие. Упаковка пластмассовая. Ничего такого особенного не было. А если мы говорим вообще действительно об обществе, все-таки вы какие-то можете уже наблюдения. Можно говорить о том, что вот глядя вот на то, как люди участвуют в субботнике, все-таки общество у нас, ну, скажем так, есть какая-то солидарность. То есть, люди так готовы помочь. Я понимаю, может быть, не массово, но друг к другу как-то готовы помочь, да? Да, да. А то, знаешь, как-то кажется, когда читаешь всякие комментарии, что все друг друга ненавидят. На самом деле это не так, да? Ну, помогает, да, помогает. И я думаю, на следующем году будет побольше людей. Потому что, ну, например, я думаю, те, которые собирают этот мусор, да, но они не будут выбрасывать эти бутылки, бумаги, чтобы на следующий год тоже... Ну, похожи. Те, кто убирает, вряд ли мусорят сами. Да, да. И те, которые вокруг этих людей, ну, тоже как-то воспитываются от этого и тоже, наверное, не выбрасывают мусор. А нам вот здесь пишут, что любой труд должен быть оплачен, ведь мы все-таки живем не при социализме. Вы согласны с этим? Вот есть такое мнение, да. Ну, я думаю, это более как акции, помогаем своей Латвии очиститься от мусора и никому, как сказать, не надо обязательно идти убирать мусор этот. Если мы можем тоже помочь убрать какой-то мусор, в этот день, не знаю, можем кататься на велосипеде, но не на машине. Можем использовать какие-то более, как сказать... Экологические какие-то... Экологические, да, упаковки и вроде такого все. То есть каждый может принять участие по сильными какими-то силами, не обязательно убирать, может быть просто как на этот день что-то сделать такое. Да, конечно, да. Хорошего, да. Можем там посадить какое-то дерево или убрать вокруг своего дома. Это тоже, ну, помогает. Мы можем убрать свою территорию, не надо там идти и убирать за какими-то другими, да. Я напоминаю, что у нас сегодня в гостях Кристоф Грецкий, администратор Большого Субботник. Мы сейчас уходим на новости и на рекламу, а потом вернемся и продолжим. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Мы продолжаем программу «Утро на Болтку». У нас сегодня в гостях Кристоф Грецкий, администратор Большого Субботника. У нас есть телефонный звонок. Надевайте, пожалуйста, наушники. Давайте послушаем вас. Здравствуйте. Доброе утро, милая Марина, уважаю, Лабик, Лабик, Кристоф, Виктор. Кристоф, вопрос такой. Вас вот этот праздник «Лева Талка» не наводит на мысль о параллельном празднике, празднике освобожденного от зарплаты труда, заложенного. В депо Москва сортировочное вас не упрекают, что рано или поздно вот такое чувство локтя коллективизма приведет, в конце концов, к возрождению коммунистической идеологии и построению социализма в Латвии. Вот какой глобальный вывод прямо-таки. Ну, это, наверное, продолжение, что многие сразу говорят, ну, видимо, понятно, что многие вспоминают советские субботники, говорят о том, что, ну вот, опять вы как бы пропагандируете бесплатный труд на фоне того, что мы видим сообщение, вчера был сюжет, по-моему, в НКПС, что зарплаты маленькие, люди работают тяжело, а вы еще говорите, давайте за бесплатно. Я думаю, это... Москва товарная, да. Да, но я считаю, это необязательно. Этот субботник необязательный, и поэтому каждый может сам выбрать, идти на этот субботник или не идти, там никаких за это штрафов или что-то такого не будет. Поэтому я думаю, такого ничего не будет. Вот действительно, вот очень были интересные картины, когда люди помогали тем, кто пострадал от наводнений, выходили и так далее. Это, конечно, большое дело, но не кажется ли вам, что действительно, не отменяясь субботник, все-таки и должны самоправления местной власти и даже государство как-то более активно действовать? А то такое ощущение, что все облегченно вздыхают и говорят, ну хорошо, что они вышли. Да, ждут субботники. Да, ждут, но сейчас люди все помогут, сделают, а мы себе плюсики поставим. Да, да. То есть есть такое, да? Может быть, это тоже можно как-то сводить вместе, да. Давайте еще звонки примем от радиослушателей. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Субботник, наверное, это дело каждого и личное. Организовать, спасибо, да, напомнили. Но сколько людей каждый день делают это дело без каких-то политических акций или там наименований какие-то громкие, как субботник, как вот все сделано для природы. Нормальные люди делают для природы каждый день. Спасибо. Спасибо большое. Ну, я так понимаю, что и была основная мысль, что давайте хотя бы не будем мусорить, да? Да, и не надо этот субботник, ну, думать о субботнике как... Акция, да? ...один день в год, да, акция, да. Надо думать о чистоте весь год. А бывали такие вот случаи, что вот, ну, не знаю, у вас же все-таки есть опыт, где-то убирали, в прошлом году очень было много мусора, в этом году, там, не знаю, люди стали более сознательны, в том месте уже этих вот гор мусора нет. Или все равно вот типичный... Уменьшается, есть некоторые методы, где уменьшаются, да. Да, да, конечно, есть. У нас еще вот вопрос из нашего видеочата, а как-то мусор сортировали, стекло, пластик или все складывается в одну кучу? Все складывается в одно, потому что сортировать этот мусор занимает очень много времени, и если, ну, например, вам даст один мешок или два, да, вы идете, и тогда вам надо один мешок для бутылки, один для стекла, один для бумаги, и это не очень удобно, скажем так. А водоемы вот чистили в этом году? Чистили водоемы и... Как это делали, может быть, расскажете? Большинство убирали вокруг берега водоем, и тоже убирали, по-моему, там в Крастмале было замуданец. Ну, как подводные. Подводные. Ну, ванну вот не было каких-то таких интересных находок под водой? Сколько я знаю, нет. Я, может быть, еще все не проверил, да, всю информацию, которая нам приходит, но, сколько я знаю, на этот момент тогда нет. А вот интересно, я понимаю, что с хронометром никто не устоял, но, тем не менее, есть ли какие-то вот данные, сколько часов вообще продолжил субботник? Ну, я знаю, многие там в межопарке в 10 собирались, сколько это обычно, 2-3 часа, 5? 2-3 часа, не больше. Ну, это, в принципе, ваш опыт говорит о том, что это уже позволяет убрать, да, вот это? Да, вся активность у нас тоже в офисе закончилась где-то около 4-5 часов вечера, так что... Уже, да? Да, да. А какой это, кстати, по счету субботнику тоже? Это с 2008 года, 6-й получается. Еще мы принимаем звонки от радиослушателей, наушники. Надевайте, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Слушаю вас. Вы знаете, меня вот поразило, что я был во время субботника в центре города и встретился случайно с Арми Тейлос. Она в машине сидела в восьмерке Ауди А8 и не принимала участия. Они настолько уверены, что победят в городе Риге, что ей можно даже не участвовать. Ну, вот надо было, может быть, как-то привлечь ее к уборке. Это, может быть, она собиралась пойти или уже убирала, да, так сказать. Ну, насколько я понимаю, что довольно активные политики участвовали в субботнике. Мы сейчас не будем называть фабрии, что нас не обвинили в агитации. Но на ваш взгляд, а точнее я бы так спросил, в прошлом году выборов не было, да? Да. Значит, ну, политики также активно участвовали? Ну, и они тоже активные. То есть нельзя сказать, что они между выборами не выходят, да? Да, да, конечно, конечно. Они тоже убирают. А вот у меня такой вопрос. Может быть, больше субботников нужно проводить? Может быть, не раз в год, а пару раз в год? Чтобы Латвия была чище? Может быть, и надо, но организация этого субботника занимает очень много времени. И поэтому, может быть, можем еще один как-нибудь сорганизировать, но больше, чем два в год это очень-очень трудно. Ну, вот такой еще вопрос. По вашему мнению, кто все-таки более активно занимается уборкой, принимает участие в субботниках? Это латыши или русскоязычные жители? Латыши. Почему? Да, это тоже вопрос, почему вот русскоязычные менее пассивные? Это может быть, менталитет какой-то или просто вот... Или информация не доходит до них? Вроде бы информация у нас тоже, но на все сайты, у нас тоже, на наш сайт www.talk.com.au, вся информация тоже в русском. И у вас тоже приходим, и информация на русском радио там тоже идет. И я думаю, информации хватает. То, почему они не принимают так много участия, трудно сказать. Может быть, нет ощущения, что вот Латвия это что-то такое свое, наше? Тоже может быть. Потому что многие, которые говорят на русском языке, они приехали в Латвию, они тут не родились. Но те, которые живут тут всю свою жизнь, они тоже принимают участие. И многие у меня тоже звонили и говорили, что они хотят, чтобы убрали места в Иманте, места в Пляунеке, да. Какое процентное соотношение примерно русскоязычных к латышам или наоборот? Сложно сказать, да? Сложно сказать. Сложно. Такая информация, статистика. Ну, там 10 к 90 процентам или 50, нет, 45 на 55. На половину, я думаю, не будет. Я думаю, где-то 20 процентов, я думаю, не больше. Ну, отражу меня, если так сказать вам цифру. Давайте еще примем звонки. Нам звонят. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Еще раз доброе утро. Статистика неправильная. Если она берется по звонкам, которые поступают в офис организаторов, это неправильно. Люди, как и латыши, как и русские, цыгане, все, вот я лично с вами видел, я в Унсенсе, все люди убирали территорию. Спасибо. Убирали, хорошо, по-моему, да, молодцы. Еще у нас был звонок, телефон прямого эфира 6-7-2-12-93-9, надевайте наушники. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Я тоже хотел поддержать предыдущего звонящего. Мое имя Андрей, являлся очень долго президентом латвийского аудиоклуба, организовал очень много субботников в период с 2003 по 2007 год. Как русские, так и латыши одинаково принимали участие. Просто на сегодняшний день русские на самом деле хорошо говорят по-латышски, что сходу не отличишь русский это убирать или латыш. Так что не надо обижать русскоязычное население, они активно много тоже принимают участие. Просто хорошо говорят по-латышски. Спасибо. Допускается такую версию? Допускаем, да, конечно, допускаем. Телефон прямого эфира 6-7-2-12-93-9. Пожалуйста, звоните нам в студию, если есть у вас какие-то вопросы к организаторам Большого Субботника. А вот само название «Субботник» не собираетесь как-то менять? Вот я имею в виду в русской версии. Потому что очень многих это даже оскорбляет. И министр по делам регионального развития тут как-то говорил о том, что это пахнет, не знаю, Лениным и тем временем. Ну да, вроде бы так есть. Поэтому у нас сайте тоже не написано «Субботник», нам написано «Толка». Но как-то людям легче, наверное, сказать «Субботник». Не знаю, какие-то там вспоминания, что такое есть. Самое главное, по-моему, не вот какие-то вот эти вот воспоминания. Самое главное – суть. Ну, убирай, чтобы было чище для себя же фактически. Еще принимаем звонок. Здравствуйте, доброе утро. Здравствуйте. Вопрос такой, принимали ли участие в «Субботнике» представители посольств, откредитованных в Латвии. И если не принимали, можно пригласить на следующий раз, выделить пар какой-нибудь. Пускай все там посольства, представители посольства убирают. Было бы интересно понаблюдать как-то представители посольства. Там Китая с Украиной вместе, там организовать им какие-нибудь там тоже кашу привозить им. Забавный вопрос, но как можно иностранным дипломатам что-то досоветовать в данной ситуации? Убирать им или не убирать? Еще звонок у нас в студию. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Хотел поинтересоваться, а вот когда «Субботник» прошел, проводится ли какой-то вот анализ, и собирается информация вот о недостающих просто формально урнах, больших мусорных контейнерах, потому что местами, ну, за год наблюдают такие там, ну, если не куча мусора, то, ну, какие-то там их вот образования естественные. Вообще, как бы, информация-то доходит до ответственных служб, которые должны этим заниматься и прокомментировать. Очень хороший вопрос, я хотел тут же его задать по полу. Многие говорят о том, это, конечно, не оправдывает, что бросает себе под ноги, но многие говорят о том, что зачастую даже в столице не хватает вот каких-то небольших мусорников, урн, они только на остановках, в общем, надо, в общем, неудобно. Это все, эту всю информацию самоуправление знает, потому что главный координатор самоуправления, ему известно каждое место, которое зарегистрировано в сботнике, поэтому... То есть координация есть у вас, да? Координация есть, в Риге потруднее, потому что тут многие частные собственности, много домов, и выставить эти урны для мусора тяжелее. Но так все информировали, и самоуправление все знает, и я думаю, сколько им позволяет средства, они могут это сделать, выставить урны. Звонки по другому линию у нас, да, давайте, примем их. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Может быть, не очень актуальный вопрос по поводу сжигания всего вот этого мусора, который непонятно вообще, почему люди сжигают, почему нельзя затратить 50 копеек купить пластиковый мешок. Я вот живу в Юрмале, например, два дня просто, но маленькие дети, пожилых людей, болит голова, этот мусор поджигают, он всю ночь тлеет. Мне кажется, что нужно ввести какой-то запрет, потому что, в принципе, это какие-то первобытные, непонятно, для чего это все делается, сжигать мусор, потому что, я знаю, что это влияет очень сильно на давление человека, вот этот вот запах гари. И я вот живу, это неуносимо просто. Может быть, выделить какие-то квоты у людей, у которых нет денег на 50-копеечный пластиковый мешок, выдавать эти мешки во время субботника? Спасибо большое. Действительно, запах крайне неприятный, но, тем не менее, это повсеместно. Есть некоторые места, где это было, и могу сказать, что по закону, по-моему, даже нельзя сжигать территорию Риги, там, или... В городу, да. Но, тем не менее... Это делай, да. Это делай, да. Ничего не поделаешь. Еще звонок мы принимаем. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Я опять слушаю, что делим на латышей, русских, русскоязычных. Но если же на то пошло, так спросим, а где же была Инна Белокурова? Она в это время в РДР агитировала за нее голосовать и подобных. Спасибо, да, нет. Ну, просто, как бы, интересно же составить портрет тех, кто участвует в субботнике. Мы же не собираемся... Мы выделяем, да. Да, мы же не собираемся этнические вопросы решать, конечно, да. Все одинаковые, все убирают. И тем, которые вышли убирать, только можем сказать спасибо за это. Спасибо. Да, мы сказали спасибо нашему гостю. Спасибо огромное. Кристоф Рогрескис был у нас сегодня в гостях, рассказывал нам о субботнике. И, ну, будем надеяться, что в следующем году с погодой, конечно, повезет больше и больше будет людей принимать участие. Потому что дело хорошее, на мой взгляд, замечательное. И давайте, на самом деле, делать нашу страну чище. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.